здравствуйте дорогие друзья вы знаете вот чтобы никто не думал о том что отважный делать влёпся посмотреть этот урок нет вот мы сейчас с вами занимаемся самым важным делом на земле самым важным потому что это мы пытаемся осмыслить исправление качества попытка понять почему вот важно человеку это исправить есть движение в жизни потому что через 120 лет человека больше будет оценивать потому что он исправил чем потому что он там прыгнул в длину на такое-то расстояние чтобы получить совершенный мир нужно получить совершенного человека следовательно чтобы жизнь изменилась к лучшему нужны или не революция воспитания человека вот поэтому и занимаются люди торы занимаются люди духовными вопросами сама жизнь вообще доказывает что когда начинается эта борьба за равенство то все это будут трагические последствия лучшее общество без изменения человека приводит всегда к одному вообще революции происходят не в силу того что человек там поменялся охоте и рассказывает о том как он хочет дать свободу другим благодаря обычным спекуляциям масса всегда поднимаются на борьбу против власти чтобы наивно полагая что вот сейчас они избавятся от гнета власть имущих а революции всегда что разрушают старые устои но жизнь еще не приблизили человека к совершенству потому что человек природа оставалась та же и все все известные революции которые мы знаем что они добились чего независимо от того какие идеалы не выдвигались дальше просто смена власти и насилие угнетение самое яркое что мы помним французская революция что сразу с верхнем наполеона и и дальше была абсолютно кровавая история 17 год в россии царское образование новой правящей какой-то элиты которая ну что там дальше кто был не кем тут стал понимать и человеческая природа такова что невозможно исправить без непосредственного божественного вмешательства которое заключается в том что позволяет нам изменить себя если кто-нибудь читал орула то есть скотный двор у него такая книга и в этой повести фантастической он рассказывает как животные берут на себя управление фермы и на первом собрании уже свинья заявляет что все равны все равно есть более равны поэтому невозможно исправить общество не исправить внутренний мир человека вот это приоритет поэтому тора это инструкция инструкция бога как идеально прожить в этом мире и книги которые сопровождают есть пояснение к этой инструкции а каков процент на земле искренне верящих в эту книгу а какой процент верующих то что слово бога превыше там всего или кто вообще верит что эта инструкция которая с утра читается и исследует мало людей таких сожалению поэтому надо двигаться каждый смотрите принимает выписанное ему лекарство не проверяет не исследует полагается на врача а врач кто он такой же смертный как и человек которым он это выписан а как же теперь скажите мне смертный отказывается принять целебное средство жизни от бога который говорит выбери жизнь вот вот и он говорит он говорит нам о жизни мира грядущего рассказывает нам о бессмертии души он рассказывает об аде и саде дэнском по воскресенье из мертвых все это в книгах в книгах кого-то кто создал этот мир если мы не верим в это искренне этого что в мире во что верить и во что человека в очередную революцию поэтому мы должны увидеть написали мудрецы самое главное мы должны увидеть что любая истинная торгана от бога она превращается в одно и то же обратите внимание наша глава мы заканчиваем книгу в экран третья книга практически уже подходит к концу и по большому счету это уже заканчивается дарование торой заключение союза с превышенным на корейсиной но при заключении каждого союза есть условия договора есть ответственность сторон при исполнении и нарушения и там есть такие благословения это их там достаточно много и дальше противоположное огромное количество надо тоже это читать если человек заключает договор и там подписал его и читал только обязанности и права но не читал что он должен платить в случае нарушения он может оказаться в очень неприятной ситуации поэтому мы имеем пряник да сообщено нам о благословениях которые будут сопутствовать при соблюдении договора а потом пнуть на тех проклятия которые падут на голову если не пренебрегают союзом а теперь давайте смотреть какие у нас претензии когда мы спрашиваем почему это почему это почему войны почему но мы же договор не выполняем поэтому надо срочно вернуться к договору открыть его почитать хотя бы понять что от нас хочет блок и что мы ему обещали раз обещали для того чтобы выйти из этих ситуаций надо исполнять а первую очередь мы обещали ему что мы придем в этот мир одни уйдем лучше значительно то есть чуть-чуть хотя бы изменив свою природу вот это и есть наша задача опять все замкнулось поэтому мы с вами занимаемся важнейшим делом прохавы от слаха